В этом бараке В этом бараке рассказывается все условия жизни и санитарные какие-то, гигиенические какие-то требования. То есть вот внутри этих домов там нельзя, к сожалению, ничего сфотографировать и снимать. Но в каждом вот таком бараке рассказывается все условия жизни и содержания заключенных. А на этом ряду в бараках, там вот были таблички, что вот, например, заключенные австрийцы, венгры, чехи, жиды. Но, конечно же, больше всего, больше всего пострадали евреи во всей этой истории. А по-польски евреи это жиды. Я сказала это так, ну, не потому, что это что-то такое. Ну, в общем, я сказала так, как называют поляки евреев. А вот в этом блоке написано «Жичевый довод из Бродни», то есть вещественные доказательства убийства. Убийства вот этих всех вот массовых. Вот такой вот лагерь смерти. Аушвиц. В общем, много иностранцев. Вот столько не знаю, не разбираюсь я. То ли японцы, то ли корейцы, то ли китайцы. Ну, в общем, вот это вот какая-то восточная нация. Очень много этих групп. Вот, и старушечки, и старички пожилые. И, в общем-то, вот молодцы. Чего скажешь? Молодцы. А вот на вот этом месте 16 апреля 47-го года был повешен основатель и первый комендант Освенцева Рудольф Кесс. Вот это вот виселица. Здесь он был повешен. Освободил, между прочим, Освенцева советский солдат. Советская армия. А это мы в газовой камере находимся. Вот тут такой помничек стоит. Цветы. Вот. Вот это вот ужас. Господи, боже мой, ну-ка вон туда, пусть влево. А вот тут вот. А это вот самое место, где сжигали. Вот печи прямо людей травили и сжигали на ее кипалке. Вот на это подвозили трупы. Тут у нас были на рыбе печки. Вот вид снаружи этой вот газовой камеры и заодно с премиторием. Турка. Это по-предель görсии. Вот. Капа. Чегия. Камера. Камера. Камеры. Камеры. Камера.